Покупать продукты, например, те же консервы коробками, привыкли наши родители. В советское время был дефицит практически всего, тех же шпрот. Вот люди и запасались. Похожая ситуация сегодня повторяется. По крайней мере, такой вывод напрашивается после рассказа нашего народного корреспондента Юрия Кравченко. По радио и телевидению объявляют, что в связи с эмбарго цены расти не будут. Я вчера зашел на рынок. Растительное масло, 5-литровая бутылка, спросил, сколько стоит, 220 рублей. Походил, через 5 минут подхожу сюда, уже 230 рублей. И вот посмотрел, народ берет крупы, сахар мешками, масса коробками, другие продукты. То есть не контролируются цены на товары. И это лишь один из многих подобных звонков в нашу редакцию. Интернет также пестрит сообщениями на тему роста цен на продукты. Так, горожане сейчас активно обсуждают объявление, которое вывесили в одном из кафе города. В нем администрация заведения извиняется за высокие цены на блюда. Объясняется, подорожание просто. После введения эмбарго на заграничные продукты на базах резко увеличились закупочные цены. При этом, по мнению федеральных властей, объективных предпосылок для роста цен нет. Поэтому поставлена задача жестко контролировать колебания стоимости продовольствия в регионах. В частности, федеральная антимонопольная служба уже создала список продуктов, за которыми будет следить с особым пристрастием. В перечне говядина, мясо птицы, свинина, молоко и молочные продукты, сливочное масло, картофель, морковь, яблоки. Также открыта горячая линия, куда жители области могут сообщать о фактах подорожания продуктов.